Мэр Сочи возглавил Ассоциацию курортных и туристических городов России. Одна из главных задач – получить международные сертификаты. В день города пожарить шашлыки в лесу не получится. В окрестностях Сочи продолжает действовать противопожарный режим. В честь дня города все песни о Сочи. На театральную сцену вышли финалисты фестиваля «Хрустальный петушок». В Сочи представили сказки горного Черноморья. Уникальный сборник объединил легенды народов, живущих в Красной Поляне. Лучшие отели и необычные туристические маршруты. В Красной Поляне проходит шестой форум внутреннего туризма «Сифт-2019». Это единственная подобная деловая площадка в России. Здесь заключают соглашения и размышляют над улучшением сервиса. К участникам на пленарном заседании обратились губернатор Краснодарского края и глава Сочи Алексей Копайгородский. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня одна из важных задач – сделать курорты края еще более привлекательными именно для нашего российского туриста. Количество нашего внутреннего туриста должно расти на наших курортах. Надо перестать просто быть донорами других стран, которые тоже зарабатывают на туризме. Мы должны для начала сделать то, чтобы наш турист, я обращаюсь к своим коллегам, жителям нашего края, в первую очередь выбирали свои курорты, наши курорты, которые должны быть для них, в первую очередь для наших жителей, привлекательными и комфортными. И доступными в комплексе, в совокупности сегодня многих составляющих дальнейшего развития стандартной курортной отрасли в целом региона, наверное, и страны. Это совокупное решение, совокупность проблем, низкий уровень гостиничного сервиса, дефицит квалифицированных кадров, тех кадров, которые на самом деле являются лицом любого курорта. Но это тоже отдельная проблема, которая, я тоже уверен, будет обсуждаться сегодня на полях форума. Их тоже нужно растить, формировать, создавать. И все вы прекрасно понимаете, что кадры, которые сегодня работают на наших курортах, не должны быть сезонными, они должны быть круглогодичными. А это опять те вопросы, на которые нужно давать ответ, что сделать нужно для того, чтобы курорты, по крайней мере, Краснодарского края стали круглогодичными. Этот форум уже давно стал главной деловой площадкой для развития внутреннего и въездного туризма. Хочу сказать, что Сочи ведет постоянную работу по увеличению туристического потока и демонстрирует уверенный рост по загрузке номерного фонда. С начала этого года город уже принял 5 миллионов 775 тысяч гостей. После официального открытия встреча в зале продолжилась дискуссия о партнерских возможностях в туристическом бизнесе. Глава региона призвал представителей бизнеса к открытому диалогу. Туристический бизнес, он полуденевой, если уж по-честному. Как между профессиональными участниками самого бизнеса, так и по отношению участников туристического бизнеса к государству. И вот здесь эту проблему тоже нужно решать, потому что здесь должно быть навстречу движение друг к другу. Мы должны выйти максимально из даже полутеней и выстроить прозрачные, честные отношения, выгодные и для бизнеса туристического, и для государства. И, наверное, это самое главное, что нам нужно сделать. Принципы взаимодействия в этом случае, кто должен сделать первый шаг, либо он должен быть совместным. Мы тоже должны определить на площадке, на полях сегодняшнего форума. Практические инструменты привлечения туристов посетители смогли увидеть на выставке. На ней представлены лучшие гостиницы и турагентства. В течение двух дней для ательеров и туроператоров пройдут десятки семинаров, мастер-классов, деловых игр, встреч с топовыми тревел-блогерами. Шестой международный туристский форум полностью ориентирован на обсуждение проблем и перспектив внутреннего и въездного туризма. Эксперты ищут новые векторы развития рынка туристических услуг, обсуждают программы их субсидирования, разработку и внедрение электронных виз и путевок. Продолжит Татьяна Говоркова. Ежегодно международный туристский форум собирает представителей туриндустрии из различных регионов России. Деловая программа состояла из дискуссионных встреч и обучающих мастер-классов. Впервые на площадке форума прошло еще одно крупное мероприятие – Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов. Во время переговоров участники форума решают вопросы, которые в итоге повышают эффективность работы компаний в сфере туристических услуг. Но, как и в любой отрасли, не обходится без проблем. Сегодня вопрос, над которым ломают головы эксперты – совершенствование внутреннего туризма. Теперь нужно обращаться к качеству, расширению сферы услуг, обеспечению конкурентноспособности, потому что наши зарубежные коллеги тоже не дремлют. И даже внутри страны мы должны обеспечить доступный, адекватный, ликвидный турпродукт. Что касается Краснодарского края, наш регион – один из лидеров по объему внутреннего туризма. И все благодаря реализации целого комплекса мероприятий. Если в 2012 году количество отдыхающих на курортах края составляло чуть более 11 миллионов человек, то на данный момент уже больше 18 миллионов. Увеличению туристического потока способствует краевая программа «Южная здравница», разработанная в 2017 году. Она уже признана одной из лучших практик по оздоровлению в России. В ней участвуют санаторно-курортные организации, предоставляющие лечебно-оздоровительные услуги с хорошими скидками. Таким образом, отдых на курортах нашего региона стал доступнее, а санатории и пансионаты получили возможность круглогодичной загрузки. К продвижению курортно-рекреационного потенциала и туристских возможностей Краснодарского края поспособствовала и грамотная реклама. Так, например, Сочи принимает активное участие в международных и всероссийских выставках в регионах. Совместно с Ростуризмом запланировали на следующий год участие в четырех международных туристских крупных выставках. Помимо этого, планируем с нашими федеральными туроператорами поездки по регионам нашим с презентацией туристских возможностей Сочи. Такие выездные презентации Сочи проводит последние несколько лет. В регионы едут не только чиновники, но и представители крупных турфирм и санаториев. Рассказывают и показывают, что предлагает курорт летом, зимой и в межсезонье. Объясняют, как можно сэкономить, используя различные программы. Выставочная экспозиция есть и на площадке нынешнего международного туристского форума. Она традиционно собирает ведущие предприятия индустрии гостеприимства России и стран ближнего зарубежья, а также транспортные, страховые, сервисные компании и других представителей рынка туруслуг. Здесь тоже обсуждают проблемы и перспективы туризма, а еще заключаются прямые договоры на сезон 2020 года. Здесь у нас основная задача, чтобы туроператоры федеральные еще раз нас увидели, еще раз пообщались с нашими всеми гостиницами, отелями. Я надеюсь, что этот форум достойно пройдет и все-таки мы увеличим еще наш турпоток. На международном туристском форуме побывала и делегация из английского Челтенхэма, города-побратима Сочи. Я очень горжусь нашими побратимскими связями с Сочи. Мы поддерживаем дружеские отношения уже на протяжении 60 лет. И в этом году приехали на празднование Дня города. Сочи – замечательный город с хорошо развитой туристической инфраструктурой. Здесь отличные лечебные ванны, и многие жители Англии с удовольствием сюда приезжают на отдых. И наши дружеские отношения поддерживаются не только обменом туристами, но и разными проектами. Так, например, уже в следующем году планируется провести товарищеские матчи между футбольными командами Сочи и Челтенхэма. Ну а сейчас впереди зимний сезон, и по словам туроператоров, спрос на горнолыжный отдых будет повышенным, ожидается больше миллиона туристов. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Мэр Сочи Алексей Копогородский возглавил Ассоциацию курортных и туристических городов России. Она была создана несколько лет назад и сегодня была реорганизована. Ассоциация появилась в 2017 году и объединила тогда семь курортов – Крыма, Краснодарского и Алтайского края. Цель организации – развитие внутреннего туризма. Сегодня в ассоциации 17 участников. Последними в нее вступили 4 города Ставропольского края. По уставу организации, занимать посты в этой структуре могут только действующие руководители муниципалитетов. И вот сегодня прошло организационное совещание, где единогласно председателем был избран Алексей Копойгородский. Назначенный новый генеральным директором стал Анатолий Быков – ученый, член-корреспондент Российской академии наук. Он заявил, что нужно искать новый подход к продвижению медицинской базы курортов. Проще говоря, нужна реклама, новые формы презентации услуг пациентам, тех же грязевых и минеральных ванн. Также требуют реконструкции и здания, в которых оказывают процедуры. Еще одна задача – получение курортами международных сертификатов. Это поможет попасть городам в европейские СПА-каталоги и, соответственно, привлечь иностранцев. В свою очередь Алексей Копойгородский предложил активно включиться в работу по решению проблем городов ассоциаций и их законодательным собранием, так как некоторые вопросы требуют изменения федеральных законов. У нас, допустим, огромная проблема внутри города – это подпорные стены, чистка русевых рек, съедание морем, пляжей. То есть вот эти все природные процессы, которые раньше финансировались и которые раньше в советское время содержались, сейчас этой повестки нет. Ни край, ни муниципалитеты не могут зайти, потому что это все федеральное. Я думаю, что и у вас такие проблемы есть. Поэтому вот здесь, в этой части, нужно находить серьезное соломоновое решение, которое будет давать правильные решения и эту повестку двигать. Кроме того, Копойгородский предложил проводить подобные встречи не только в Сочи, но и в других городах-членах ассоциации. В Сочи продолжает праздновать День города. Сам праздник отмечается 21 ноября, но традиционно торжества и развлекательные мероприятия длятся несколько дней. Еще одна традиция – подарки горожанам. Не цветы и конфеты, а новые скверы и спортплощадки. В Центральном районе, например, решили увеличить знаменитый уголок Венчугова. Теперь в районе Зимнего театра еще больше мест, где можно сделать фотографию на память. Небольшой сквер – это продолжение знаменитой фитофантазии. Зеленый уголок откроют 24 ноября, но уже сегодня можно прогуляться там и оценить работу ландшафтных дизайнеров. На этом подарки не заканчиваются. Зеленый уголок появится и рядом с Домом культуры «Юбилейный». Улица Альпийская. Открыли сквер, который будет доступен для граждан, проживающих там. В особенности будут рады дети. Озеленение, дорожки сделали, лавочки поставили. Ну и для детишек сделали место отдыха горки. Ну и все то, что детям интересно. В эти выходные планируется открыть новую площадку для занятий воркаутом в кооперативном сквере. Книга – это лучший подарок даже ко дню города. Сегодня состоялась презентация сборника о сказке Горного Черноморья. Это уникальные произведения, легенды и сказания народов, исторически живущих в Сочи. Часть экземпляров уже передана в муниципальной библиотеке. Ну ручка подвела. Книга «Сказки Горного Черноморья» теперь станет доступна для любителей настоящего волшебства. В ней собраны легенды, истории и сказания народов, проживающих на Кавказском побережье Черного моря. Работа над сборником длилась год. Книга действительно очень достойная, красивая, прекрасно иллюстрированная. В ней находятся сказки народов Горного Черноморья. Как они отбирались? Ну, вы видите в книге, все эти сказки поставлены по алфавиту. Невзирая, какой народ эту сказку создал. Поэтому сказки очень интересные. Я думаю, что эти сказки, которые находятся в этой книге, будут полезны и будут очень радовать как взрослых, так и детей. Всего издана тысяча экземпляров. 200 из них авторы передали в городские библиотеки. Эта книга в первую очередь предусмотрена для внеклассного чтения. Ее ценность в том, что в сказках описаны традиции черноморских жителей – природа, растения и животные. И немаловажную роль играет человек. В городе Сочи живет очень много национальностей. Все относятся с уважением, толерантностью друг к другу. И эта книга как раз и подчеркивает то уважение наций друг к другу. То есть то, что мы соседствуем все вместе, мы живем в одном регионе. Это наш дом, который мы должны сохранять в том виде, в котором он есть. В следующем году планируется выпустить дополнительный тираж книги сказки горного Черноморья. Ну, а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok Дима Торзок Еще одной площадкой для праздниц станет Черешневый сад. Там в 11 часов стартует всероссийский проект «Я Россия». А в полдень концертно-развлекательная программа «Город детей». На площади перед художественным музеем в 10 утра стартует велогонка и кубок городского собрания Сочи по стритболу. Традиционно большая сцена будет работать на площади Южного Мола. Там в 17 часов начнется световое шоу и концерт «Сочный кавер-рок». В 21 час небо украсит фейерверк. В воскресенье праздничные площадки развернутся в районах. Там пройдут фестивали молодежного творчества и концерты местных коллективов. В Сочи сегодня завершился фестиваль детского творчества «Хрустальный петушок». Финалистов выбирали в районах. Сегодня лучшие вышли на сцену зимнего театра. Участники фестиваля – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Но вот таланта им пока казалось не занимать. В этом убедилась наша съемочная группа. Их возможности безграничны, так же как и желание жить ярко и активно. Участники фестиваля «Хрустальный петушок» – это дети с ограниченными возможностями. Природа их не наградила крепким здоровьем, но зато вот талантом не обделила. Камила с Крека на фестивале уже во второй раз. Номер в этом году сложный. Нужно и петь, и играть на флейте. Репетировали специально с флейтой. Это задумка, чтобы было более интересно. Красивая мама. А цветики-семицветики – сказка. И вот эту песенку подобрали, я думаю, очень подходящей к нашему фестивалю. Что мечты у всех ребят сбываются. Все могли бы делать добрые дела. В этом году «Хрустальный петушок» празднует свой десятилетний юбилей. Он прошел длинный путь от конкурса талантов до большого творческого фестиваля. Я вам всем желаю удачи. Я надеюсь, что вы сегодня покажете все самое лучшее, что вы умеете. Найдете новых друзей. И мы продолжим эту хорошую традицию дальше вместе с вами. В отборочных этапах в районах участие приняли сотни талантливых детей. На сцену зимнего театра вышли лучшие. Каждый получил диплом лауреата и подарки от друзей фестиваля. Фестиваль «Хрустальный петушок» развивает, дает толчок для людей, которые, может быть, чем-то обделены в здоровье. Но у них открываются другие какие-то чакры, у них открываются каналы творческие. Они начинают творить, лепить, рисовать. Кто-то поет, кто-то начинает танцевать. Организатор «Хрустального петушка» – Лига женщин «Мост добра». У общественной организации новый президент. Заслуженная артистка России Олеся Евстигнеева. А цели все те же – помогать талантам. Я выступаю в качестве президента Лиги женщин «Мост добра» первый раз. Я в течение пяти лет приезжала сюда как артист. И, конечно, я радею за каждого ребенка, который поднимается на эту сцену. И, безусловно, радуюсь их успехам. Ежегодно «Хрустальный петушок» проходит в рамках празднования Дня города. И сегодня юные артисты свои стихи, песни и танцы посвящали любимому Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На День города в Сочи синоптики обещают хорошую погоду. А это значит, что в сторону леса потянутся любители пикников и шашлыков. Праздник праздником, но жечь костры запретят. Город только недавно победил лесные пожары. На прошлой неделе очаги возгорания были замечены в Лазаревском районе. Туда пламя перекинулось из Туапсинского. Лесные пожары ликвидированы. И важно не допустить, как говорится, второй серии. Поэтому на заседании городской комиссии по ЧАЭС решено организовать постоянный мониторинг. Привлечь к нему МВД, МЧС, лесничество, казаков, добровольные пожарные дружины. Смотреть все территории, которые соприкасаются с национальным парком. Входа в лес, минерализованные полосы должны быть. Входа должны быть очищены от свалок и мусора, как это у нас в некоторых районах бывает. Также запрещено выжигание сухой травы и мусора в населенных пунктах. А в рамках профилактики пожаров в частных домах и жилых гаражах будет создана специальная межведомственная комиссия. Она проверит, насколько законно и правильно строения подключены к газовым и электросетям. В Сочи простились с Федором Афуксиниди. Заслуженный архитектор ушел из жизни в 59 лет после продолжительной болезни. Федор Афуксиниди спроектировал более полусотни храмов. Многие в Сочи. Уроженец поселка Красная Поляна он всю жизнь посвятил родному городу. Поэтому и церемонию прощания решено было провести в главном храме курорта. Отдать дань памяти талантливому сочинцу прибыл и мэр города Алексей Капайгородский. Очень талантливый человек Федор. Храмостроитель мы так между собой его называли. Наш городостроительный совет никогда не знал отказа в том, чтобы провести совместные какие-то обсуждения. Он столько души вложил в то, чтобы в нашем городе появились храмы. Это память, которая сохранится. По-моему, это единственный самый счастливый человек среди архитекторов. Он творил для людей. Все, что сделано на долгие годы. Вот это самое главное. Честный порядок, высококвалифицированный человек. Хороший друг. Федор Афуксиниди похоронен в родном поселке Красная Поляна. Там же находится и спроектированный им греческий храм. Святого Харлампия. И продолжаем выпуск. На их небольших хозяйствах треть всего кубанского урожая. Как идти в ногу со временем и не отстать от крупных холдингов, говорили на съезде фермеров в Краснодаре. В обсуждении актуальных вопросов отрасли принял участие губернатор Краснодарского края. Собравшиеся руководители предприятий смогли задать вопросы главе Кубани. В приветственном слове Вениамин Кондратьев отметил важность государственной поддержки в развитии частного фермерства. Когда мы инвестируем в сельское хозяйство, инвестируем в фермерство, мы хотим получить отдачу. Отдачу в виде урожая и желательно максимально хорошего. В виде рабочих мест, естественно. В виде налогов, да просто в виде жизни на земле. Больше того мы хотим. Поэтому приоритеты по программам мы тоже расставляем. Вот первое. Приоритет в самой земле, которую мы должны сохранить. Земля. Это самое главное, без чего не может быть ни инноваций, ни удобрений никаких, ни сельхозтехники, ни умного и никакого земледелия. Второе. Это семена, отечественные семена. Вот что сегодня приоритетно, что сегодня должно у нас быть. Семена отечественной стерекции. Ну и третье. Люди. Селяне. Вот кто должен быть. Те, кто работают на селе. Мы должны делать все, чтобы село жило. Вот что мы должны сегодня добиваться. Вот три основных составляющих будущего сельского хозяйства. Собственники лучших хозяйств поделились опытом работы. В темах выступлений – работа с молодыми и начинающими сотрудниками, опыт объединения с личными подсобными хозяйствами и даже секреты развития агротуризма. В этом году фермерскому движению в крае исполнилось 30 лет. Первые индивидуальные сельхозпредприятия появились в регионе во время перестройки в конце 80-х. Сегодня фермеры демонстрируют высокие результаты в уборке зерновых. Кроме того, на их счету 20% краевого урожая овощей и почти 10% кубанского молока. На съезде обсудили работу по созданию кооперативов. Сейчас их в регионе почти 200, и эта цифра продолжает расти. В Краснодарском крае появилась информационная платформа для местных товаропроизводителей. Там могут зарегистрироваться все желающие предприниматели. Информационный ресурс под названием «Продукция Краснодарского края» должен улучшить взаимодействие между производителями всех категорий товаров и потребителями. Портал разработан Краевым департаментом потребительской сферы и регулированием рынка алкоголя. Сейчас платформу наполняют контентом. На сайте могут размещаться предприятия по производству как продуктов питания, так и непродовольственных товаров. На нем уже зарегистрировались десятки производителей Краевого центра. Такая обширная база данных именно по местным предприятиям и товарам нужна для поддержки локальных производителей, продвижения продукции, а также понимания, какие еще есть свободные ниши для привлечения инвестиций, пояснили в департаменте. Чтобы войти в базу данных, предпринимателям надо зарегистрироваться на сайте, добавить информацию о предприятии, логотип, наименование, ИНН, контакты, место расположения, а также опубликовать весь ассортимент производимой продукции, указав ее стоимость и прикрепив фото. Ну и в завершении наш личный подарок зрителям ко дню города и в честь дня рождения телекомпании в КТ. Два билета на концерт Дениса Майданова в Зимнем театре. Он состоится 26 ноября. Условия розыгрыша билетов в наших аккаунтах «Говорит Сочи» в соцсетях. Итоги подведем в понедельник в полдень. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, «Одноклассниках», Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова